Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, ребятки, это Скомарник, вы на канале Скомарник, и сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Стоит ли подростку валить из рашки в другую страну? Я, как человек с опытом, как человек, который в 16 лет переехал из России, вот в одном из этих жестких углов будет видео, как я именно переехал в 16 лет из России и начал жить в другой стране, вы можете это посмотреть, там я разговариваю детально и просто, ну, по каждому пункту прохожусь, как это было, как я начинал, как я пришел к этому, и мои впечатления от переезда, а сегодня я затрону немного другую тему. Стоит ли действительно это делать? Жалею ли я о своем переезде? Нет. И советую ли я вообще своим ровесникам, своим друзьям и, ну, в частности, вам переезжать в другую страну? И, пожалуйста, не заостряйтесь на России. Просто я говорю о России из-за того, что я жил в России, но, в принципе, если вы из Украины, из Белоруссии, из Казахстана, хуй знает еще откуда, то это вам тоже относится, я не говорю конкретно про страну Россию. Но я буду говорить о России, потому что мне так проще просто. Я сам из России, мне так проще будет хорошо, так что не надо никакой предвзятости. Немножечко расскажу моей историей, опять-таки, чуть-чуть, очень вкратце. Я переехал в 16 лет из России в Израиль. Это было, получается, 10 класс школы. Я бросил все в Россию, переехал в Израиль, начал здесь социализироваться, начал здесь общаться с друзьями новыми. Начал дружить, начал меняться, начал, ну, в общем-то, я начал новую жизнь. Про это есть куча роликов на моем канале, можете также глянуть. И, в принципе, как я и говорил ранее, моя жизнь делится на две части. На жизнь в России и жизнь после того, как я переехал в Израиль. И вот я уже живу в этой стране 2,5 года, и у меня сформировалось достаточно четкое и устойчивое мнение, потому рад я тому, что я переехал, или же я, наоборот, не рад, какие плюсы этого, какие минусы. И советую ли я вам переезжать в другую страну, если вам, условно, там от 15 до 22, 3, 4 лет. Во-первых, вам нужно изначально понимать, что из-за того, что вы русский, у вас уже есть много привилегий. Я вам честно скажу, у русских самый, ну, возможно, это как бы немножечко патриотизм, да, но, опять-таки, когда я говорю русских, я говорю про другие народы так же. Именно русский менталитет, он самый пиздатый. У вас очень развито коммуникационные свойства, у вас очень развито сострадание. И просто, честно говоря, русские, вот именно с их менталитетом, они очень легко входят практически в любое сообщество. Если вы нормально умеете коммуницировать, да, просто вы не замкнутый человек, то вот эти все ваши параметры, они очень подходят для того, чтобы влиться практически в любой коллектив, потому что вы являетесь таким человеком достаточно честным. Русские очень честные, порядочные, пунктуальные. Потому что, допустим, если я смотрю на детей в Израиле, хоть я их тоже искренне, то есть, уважаю и считаю классным народом, но у них, допустим, у израильтян будут большие проблемы с тем, чтобы интегрироваться в другое общество, потому что они, ну, чересчур наглые, чересчур там еще что-то. И, ну, в принципе, для них это нормально, но другие люди из, допустим, другого сообщества, да, с другой стороны, они будут их совершенно по-другому воспринимать, не так добродушно и... Ну, конечно, я не говорю за всех, но просто я говорю про то, что именно русский менталитет, он очень хорошо воспринимается в любом комьюнити, в любой стране русский менталитет – это тот менталитет, который всегда, вот, welcome to our family. Так, и, пожалуй, я поставлю точку над тем, стоит или не стоит, направлю в вектор уже, да, стоит ли переезжать в другую страну? Да, стоит, 100% стоит. И сейчас я вам расскажу, почему. Первое – это, конечно же, смена, полная круга общения, полная смена твоей позиции и, в общем-то, вход в такую зону дискомфорта, выход из зоны комфорта. Почему это хорошо? Во-первых, потому что именно выходя из зоны комфорта, как бы это банальные коучи так говорят, но действительно так, лично для меня, ты начинаешь очень сильно прогрессировать, потому что ты цепляешься за любую возможность, как бы тебе выйти в люди, потому что, словно, там, в России ты живешь, у тебя все уже есть, у тебя есть семья здесь, у тебя как бы дом у родителей, ты спокойно. А там, если ты ничего не будешь делать так же, как в России, то ты сдохнешь, нахуй, от того, что у тебя не будет еды. И поэтому ты начинаешь как-то коммуницировать с кем-то, какие-то знакомства, раз-раз-раз, чем-то занимаешься, и просто выход из зоны комфорта дает тебе очень сильный жизненный буст. А второй плюс, лично, который я заметил, это, ну, блядь, это просто интересно. Это просто дико интересно приезжать в другую страну, узнавать что-то новое, новые какие-то обычаи, традиции, культура. Люди совершенно по-другому себя ведут. Ты учишься коммуницировать не просто с людьми, которые внутри твоей, ну, России большой, да, которые ты на одном и том же языке. Тут тебе придется, возможно, выучить другой язык, или, наоборот, как-то улучшить свой английский, да, и тем самым у тебя очень хорошо, во-первых, развивается мозг, во-вторых, ну, это действительно интересно. Интересно знакомиться с новыми людьми, интересно посещать места, в которых ты никогда раньше не был, ну, просто никогда. Так, ладно, ты твой город знаешь на все 100%, и что в этом такого. И вот какой совет я дам подросткам, которые смотрят это видео. Во-первых, не зацикливайтесь на том, что переехать в другую страну. Если, допустим, у вас есть проблема с этим, если, ну, блять, у вас нет каких-то корней, или же у вас, допустим, пока что, ну, пока что нет финансов, откуда вы будете брать кредит, не надо этим заниматься, не нужно, не стоит, этого не стоит, если это только не какая-то большая мечта, или это не то, что вас потом продвинет очень сильно. Да, потерпите, потерпите, накопите денег, переедете. Но, во-первых, сделайте максимум усилий, чтобы переехать, потому что все-таки переезд даст вам реально сильный буст. И все-таки я советую всем прямо, ну, так, разъебать нормально, чтобы все-таки постараться переехать в какую-то страну. Можно поехать учиться, поехать в вуз, там, на какой-то обменный курс, где студенты меняются странами и учатся, хотя я не знаю, кто сейчас захочет ехать в Россию, блять. Ну, допустим, да. Да, и, то есть, возможностей много, реально много возможностей, как уехать из России и как поступить в другую страну, начать там учиться, работать, возможно. Возможно, вы какой-то IT-специалист, и так же. Ну, то есть, реально, возможностей дохера, и я вам так скажу, каждый желающий сможет переехать. Но важно то, что я не пропагандирую то, что только переезд в другую страну. Потому что даже смена вашего города, если вы, допустим, живете в каком-нибудь Мухосранске или там, не знаю, ну, в Иркутске, как я, то смена города – это критически важно также. И смена города даст вам практически, но хорошо, не столько же, но очень так же много привилегий. Потому что новые знакомства, новое место жительства, самому приходится выживать без родителей. И лучше переезжать без родителей, конечно. Если вы можете без родителей переезжать, это будет прям то, что нужно. Новые места, новые люди, новые возможности. И переедьте в Москву, переедьте в Питер. Банально звучит реально, но не зацикливайтесь только на, как бы, бугор. Не зацикливайтесь только на то, чтобы переехать за бугор и жить в другой стране. Сделайте это позже. Сначала переедьте хотя бы в Москву, там, поживите год условно. Поймите, что такое реально переезд, потому что даже переезд в другой город, если вы жили в каком-то реально жопе, он даст вам очень большой буст. Но, конечно же, если вы можете переехать в другую страну, то это будет вообще заебись. Ну, а завершающей частью этого видео, это будет то, что... Не думайте, что ваш успех, ваше преуспевание в жизни зависит от того, переедете вы в другую страну или нет. Поймите, что, ну, от этого это не зависит. Как бы, я понимаю, что это звучит тупо, как бы, логично, да? Но просто я помню себя, насколько я был зациклен на том, что мне нужно переехать, тогда я изменюсь, тогда я изменюсь. Как бы, ну, у меня так и получилось, да, я переехал и изменился. Но сейчас с такой более высокой колокольни, когда я уже прожил в другой стране несколько лет, я понимаю, что, в принципе, это вполне возможно сделать и в твоей стране. И это более чем реально сделать в своей стране. И совершенно необязательно для этого уезжать. И если вы прямо, ну, не получается никак, и денег на заграницу нет, ну, и никак не получается в Москву, там, условно, поехать, есть какие-то проблемы, да? Хорошо. Во-первых, не отчаивайтесь. Потому что и будучи в России, вы можете сделать все, что вы хотите. И Россия это не какая-то Африка, и не какая-то Уганда, где действительно сложно выбиться в люди. Нет, Россия это нормальная страна, где вы можете развиваться, где вы можете спокойно двигаться. Потом, потом вы сможете переехать в другую страну. Не зацикливайтесь на этом. Не получилось хорошо. Возьмите другой путь. Это я вам просто чисто от себя лично советую. На этом все. Это был мой ролик, как переехать в другую страну, и стоит ли это делать вообще. Обязательно пишите в комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. И напишите, какие еще ролики хотите видеть на этом канале. Честно, мне будет очень полезно почитать, что вы еще хотите видеть на этом канале. На этом все. С вами был Ник, скомарник. Если вы забыли, скомарник. Хорошего дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok